Есть только эфир и вращение. То есть, когда мы открываемся, мы берём этот потенциал. Вот почему в нашей традиции мы всегда радовались за ближнего. У кого-то какие-то успехи, кто-то к чему-то каких-то целей достиг, кто-то по эволюционной ступени на какую-то линию встал, что-то у него случилось невероятно крутое. И когда мы радуемся, это одна всего лишь эмоция. Или соучаствуем успеху. Или резонируем со здравием крепким другого человека. То есть у нас эмоциональный подъём, потому что у другого хорошо. И в этот момент, когда мы открываемся вселенной, то есть мы как цветочек раскрываемся, мы уберём большой потенциал. Так вот, единственная причина, по которой у нас не открываются способности, заложенные в нас по праву рождения, мы просто не имеем той энергии, которая должна быть. Система нас уводит от того, чтобы мы проживали свою жизнь. Нас увлекает работой по 20 часов в сутки. Мы условно нигде и ни с кем не бываем. Мы не радуемся жизни. Мы не успеваем даже выспаться, если мы не говорим об автономии. То есть обычный среднестатистический человек не участвует в своей жизни. Он занят в жизни системы. Поэтому мимо проходят те радости, которые могут напитать человека. Так вот, интересно следующее, что усиление способностей любого толка у человека наблюдается, когда он в состоянии радости, ну как минимум. Или какой-то успех, или эмоциональный подъём. Или, например, человек выздоровел, ему хорошо, потому что у него крепкое здравие восстановилось. То есть эмоциональное состояние, которое расширяется, оно позволяет саккумулировать большой приток энергии. Но что делает наш организм? Он обычно смотрит, что на балансе, например, энное количество потенциала. У нас физика завязана на энергетике, энергетика завязана на физике. Если был где-то дефицит, например, заболевание какое-то, особенно хроническое, то организм весь полученный потенциал туда отправляет для того, чтобы это тонкое место вылечить, просто закрыть его. Вот почему мы иногда хотим, чтобы у нас что-то свершилось, а не получается. Так вот, даже при том, что, например, нет у вас радостных дней, нет постоянного притока энергии, а такое бывает у 99% людей. Но даже в этой ситуации работа с фокусом даёт результат. Почему? Потому что это сосредоточение через пальцы всех потенциалов, а во-вторых, ладонь в силу своей гибкости строения может воссоздать любую абсолютно меру в фокусе. То есть если мы хотим, чтобы у нас на физическом уровне проявилась какая-то способность, то какую окружность мы будем рисовать для того, чтобы взять фокус ладонью? Конечно же, нашу саженную. Если мы захотим, чтобы у нас усилилось эфирное тело, то есть тело ощущений, прикосновений, тепла, холода, обоняния, обороназальный орган включился. То есть мы не просто вдыхали ароматы, а ещё и излучали их. То есть у нас много чего включается, соответственно, если мы используем нашу косую саженную. То есть мы будем окружность рисовать, по которой возьмём этот фокус рукой, по косой саженную. Если мы хотим усилить наши эмоции. Вот казалось бы, да, вот зачем нам эмоции? Потому что чаще всего, когда сильная эмоция, она не всегда управляемая. Но это уже наши дефициты. То есть наша нервная система не справляется с изменённым гормональным фоном, и вследствие этого становится эмоция неуправляемая. То есть наши железы, они даже отвыкли производить такое количество гормонов, чтобы у нас, соответственно, было приподнятое состояние. Так вот, для того, чтобы не просто выхлоп был эмоциональный, у нас эмоции, они ответственны за эволюцию, за преображение. То есть смотрите, какая штука. У нас происходит гормональный взрыв, например, у головастика, и он становится лягушечкой. Или, например, из куколки бабочка появляется, из гусенички. Так вот, как это происходит? За счёт гормонального взрыва. То есть происходит… Мы этого не понимаем, потому что у нас чаще всего закрыто видение, у нас нарушено восприятие мира. И мы не видим, что это не просто гормональный взрыв у того или иного существа, это именно эмоциональный всплеск. То есть изменилась система, например, водоём, температура изменилась, или погодные условия как-то изменились. И произошёл вот этот скачок психоэмоциональный, поднялись гормональные фоны у того или иного существа, и произошёл выброс огромный на гормональном уровне, всё, и существо видоизменилось. Вот наши эмоции, они способны нести нам преображение. А что это значит? У нас есть такое понятие в нашей культуре, как ликантропия. Ликантропия. Что такое ликантропия? Это превращение во что-то или в кого-то. Вот у нас сейчас куча фильмов на эту тему, и всё как-то уже заюлозилось, мы уже там и на этих всяких чудес там насмотрелись. Но мы смотрим на это как на некую сказку, как на выдумку. Но это правда, потому что, ну как бы там показывается, в основном неуправляемая ликантропия, когда человек превращается в какое-то существо. Но раз у нас есть железы, они могут производить гормоны, значит, это управляемая ситуация. То есть мы можем так управлять своими железами, чтобы как раз добраться до преображения. Ну, например, вы замечали, наверное, что когда человек радуется, ну я всё про одну функцию, да, буду только говорить радость. Хотя этих функций у нас достаточно много на гормональном уровне проявлено. Человек радуется, он молодеет, плечики расправляются, жить хочется, сразу становится мир прекрасным, лицо подтягивается, улыбка красивая. И человек сам становится привлекательным и красивым именно потому, что эта энергия гормонального плана, она преображает человека. То есть наши эмоции, которые завязаны на такой мере, как аршин, если мы аршин возьмём в радиус, окружности и, соответственно, ручкой поставим, то мы как раз обретём положение руки, благодаря которой через прикосновение к предмету, к человеку, мы будем вызывать в нём метаморфозы. Но мы всегда работаем и преображение метаморфозы, и преображение. Но мы всегда, в первую очередь, работаем с собою. Потому что если мы будем работать с кем-то, то нужно работать с мерами этого человека. То есть не со своими мерами. В общем, мы сегодня ещё об этом поговорим. Я расскажу, как переносить способности с человека на человека, с предмета на предмет, или с предмета на человека, или с человека на предмет. То есть это всё, пожалуйста, или на другое существо можно перенести, ту или иную способность. Это всё возможно. Вот так обычно способности переносит мастер на ученика. Конечно, ученик может 200 тысяч лет карпеть и достигнуть такого же уровня. Но достаточно фокусом руки. Помните, как мы гладим деток по голове? Фокусом руки, дотронувшись. И, кстати, в Библии написано, через прикосновение Иисус исцелял. А как это интересно! То есть, понимаете, у нас всё выхолощено. То есть у нас в священных, якобы, писаниях сейчас самое грамотное, самое крутое убрано. Потому что они, вот, например, в Библии, она называется септагентом. Потому что седьмая переписка. Но так или иначе, всё, что связано с преображением, всё, что связано с неким гормональным всплеском и управляемыми эмоциями, это наш оршин. То есть если мы создадим фокус ладони по нашему оршину, мы можем менять и себя, и перестраивать так, как нам нужно. Причём интересно, те люди, которые обладают этими знаниями и тренируются, они могут менять пол. Причём интересно. То есть не просто так, а, например, менять внешность и менять пол, менять рост, менять всё, менять полностью себя, потому что есть некая угроза, например. Вот так наши предки спасались в войнах. Ну, например, если травля организовывалась на какого-то человека, он мог спокойно воздействовать на себя, преображаться, видоизменяться и, соответственно, уходить от погони. Вот сейчас непонятно, как это делают. Ну, то есть нам рассказывают, что это какая-то там сказочная ситуация. Вспоминайте, кстати, наши сказки. Там, например, человек кувыркнулся там сколько-то раз, там сказал что-то и превратился, соответственно, либо в грибочко, либо в животное какое-то и погоня мимо проскакала. Это прям Александр Роу писал, да, эти сказки снимал их. Это крутейшие сказки. Вот я рекомендую к ним вернуться, потому что на самом деле это истинная правда. Я удивляюсь, как до сих пор их не убрали, потому что их в открытом доступе море, и там суть даже не в линии событий, которая говорится, а в волшебстве, который там есть, потому что факт наличия события есть, а как к нему прийти, ну, это знание. Я, конечно, если еще позовете, буду много чего рассказывать для того, чтобы у вас открывались глаза на все чудесные вещи. Так вот, соответственно, это Аршин. Далее, у нас плечо. Если мы хотим насытить себя правильными мыслями в космосе, вообще считается, что те мысли, которые сейчас думают люди, это паразиты, потому что то, как думаем мы, не думает никто. Почему? Потому что как отличить, какая должна быть мысль? Мысль, она должна как знание быть. То есть я понимаю, что есть вот такой-то пласт фактов, я их объединяю, и моя мысль как некое знание. А что обычно у нас в головах? Это как инфекция, которая бурлит и ползает внутри нас, и она, соответственно, вызывает ненормальные эмоции. Чаще всего это какая-то отрицательная ерунда, которая вызывает нас на неправильные эмоции, на неправильные действия, на пережигание потенциала, который у нас накопился. То есть этот паразит, который прилепился к нам и все время высасывает из нас потенциал. Поэтому, конечно, если такое есть, нужно поднимать частоту ментального тела, ну и как раз фокусом работать для того, чтобы все случилось как нужно в этом плане. И космос с нами не общается именно потому, что мы как рассадник этих ментальных паразитов. Ну не только, конечно, поэтому еще много чего, но это как один из основных факторов. Так вот, если мы хотим, чтобы у нас пошла ментальная деятельность, то есть правильная мыслительная деятельность, это что еще значит? Это первооткрывательство, это изобретательство. Это, например, из хроник Акаши можно считывать любую информацию. Что такое хроники Акаши? Это некие поля событий, которые держат сейчас прошлое и будущее одновременно. И человек через ментальное тело, то есть через фокус, который построен по плечу, мы будем получать эти дары. Мы будем брать те ментальные конструкции, которые являются истинными. Или, например, следующее, если мы хотим исправить свою судьбу, если мы хотим не просто исправить судьбу, а вернуть себе ту судьбу, которая должна была по праву рождения. Дело в том, что система нам никогда не даст знать, причем в массовом количестве. Знаете, если бы была возможность, например, у многих людей это услышать, то это видео бы даже не могли прослушать. Тут же все, сразу заблокировали. Но в силу того, что все кулуарно, еще эти знания могут выйти за границу, например, моего личного с кем-то общения. Так вот, у нас у каждого божественная судьба по праву рождения. Единственная причина, по которой не проявляются эти события, первая, это, конечно, дефицит потенциала, и второе, это та карма, которую мы, соответственно, накопили из прошлой жизни. Это вообще неправильно. То есть мы должны совершил и отработал тут же, сказал, получил тут же, там, какую-то ерунду сотворил, тут же прилетел обратно. Вот так должно быть. А нам делают перенос в следующую жизнь, когда мы уже ничего не помним. То есть это, ну, как бы уловка системы. Подчистить память, а потом пусть человек мучается. Так вот, вернуть вот эту божественную судьбу, конечно, через эту работку можно, если мы работаем с нашим локтём. То есть мы создаём окружность, в основу которой в радиусе заложен наш локоть. И ручкой, соответственно, повторяем этот фокус. Далее. Воздействие на нашу душу. Вот есть такое понятие, как гавах. Очень часто сейчас дули поперёк, оно упоминается, но никто толком не понимает, что это такое. Это отрицательные эмоции от событий, от мыслей, от прожитых эмоций, от ещё чего-нибудь там, что было в отрицательном смысле, и это всё копится. То есть наша душа потихонечку, вместо того, чтобы позитивные эмоции копить, копит отрицание. То есть отрицательный некий потенциал, который делает нас вкусным, лакомым кусочком для наших поработителей. То есть они нас всё время мучают, соответственно, чем? Войнами, катаклизмами, эпидемиями, которые, собственно, всяких закрытых не воссоздаются. Это неестественная природа. Это действительно привнесённая некая инфекция. И много ещё чего. То есть для того, чтобы человек жил в страхе, в боли, копил этот самый гавах. Когда его не хватает на долгую жизнь, то есть он переходит в мерность другую, его душа это лакомый кусочек, потому что она накопила много этой страдательной, болезненной энергии. То есть захватчикам нашей планеты не нужна наша душа по факту как сладкая, такая красивая и высокочастотная. Они же сами низкочастотные. Им нужны низкочастотные эмоции. Поэтому они как в некие аккумулятор, то есть в нашу душу закладывают это питание своё, которое мы можем накладывать.